Всем привет! В этом видео по просьбе подписчика я вам покажу как сделать три механизма открывания дверей в BuilderBot. Первый самый простой с шарниром, второй с сервоприводом и кнопкой. И третий способ с поршнями и кнопкой. Все эти механизмы я использовал в своих видео. Проискандер, ТВ-6 и ракету. Вы можете посмотреть их по ссылке в описании и сделать то же самое. Надеюсь это видео будет полезным для тех кто не знает как делать двери. А те кто знает о других способах поделитесь ими в комментариях. Время туториала. Ставим шарнир, ставим железный блок и сейчас нужно его так смасштабировать, чтобы он не прикасался к стенкам. Вставляем небольшой зазор. Теперь делаем этот блок узким, но чтобы он не выходил за пределы верхней части шарнира. На отвертке нажимаем кнопку выделить все и нажимаем кнопку отключить фиксацию. И у нас получилась простая дверь, которую надо толкать. Второй механизм с сервоприводом. Ставим сервопривод, чтобы он немножко выходил за пределы стены. И ставим дверь. Между стеной и дверью должен быть зазор со всех сторон. И нужно ее сделать максимально тонкой. Привязываем блоками сервопривод к двери. Как показано на видео. Ставим у сервопривода такие настройки. Кручайший момент на максимальный угол наклона 90 градусов. Ставим кнопку сервопривод должен привязаться к ней. Отключаем фиксацию с помощью отвертки и проверяем. Если у вас происходит то же самое, что и у меня, то у сервопривода ставим обратный поворот. И она будет открываться в нужном направлении. Небольшая подсказка. Если дверь стоит с правой стороны, то у сервопривода обязательно должен стоять обратный поворот. Если слева, то не надо. Можете у сервопривода поставить скорость поменьше, например, на единицу, и дверь будет открываться плавно и медленно. Третий способ с поршнями. Ставим дверь и также оставляем зазор между дверью и стеной со всех сторон. Ставим любой блок по центру и ставим перевернутый поршень, чтобы он смотрел к двери. Устанавливаем кнопку. К поршню прикрепляем любой блок. Теперь примерно смотрим, какая у нас по размеру дверь и отступаем чуть больше расстояния. И в этом месте нужно построить стенку и поставить поршень. Если не можете ровно поставить поршень, то можете выдвинуть этот блок с помощью рулетки и поставить его точно ровно. Если у вас такая же большая дверь, как и у меня, то можете поставить два поршня. Но теперь будем делать настройку. У меня два поршня, поэтому у переднего я отключаю фиксацию. И сейчас смотрим, насколько вперед он выдвинулся и примерно вот так задвигаем. И вот этот передний поршень тоже нужно настроить. У меня здесь хватит двух блоков. Ровно задвинулась. Теперь можно сохранить. У переднего поршня нужно поставить скорость на 10. Этот блок нужно немножко помасштабировать, чтобы все привязалось правильно. С помощью отвертки отключаем фиксацию и проверяем. Закрепляем еще одну кнопку с другой стороны и привязываем все к ней. Все поршни. Нам осталось сделать одну деталь. Мы можем все это сделать прозрачным, чтобы выглядело более красиво. И эту дверь нужно немножко замасштабировать, чтобы она была не такая широкая. Чтобы она была тоньше, чем стена. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok